Захваты, кувырки и броски – основные приемы самбо для этих ребят в новинку, ведь это их первое занятие по спортивной борьбе. Раньше у воспитанников детского дома в селе Вольно-Надеждинское и зал это не было, лишь небольшая комната со старыми тренажерами. У нас есть спортзал, там он небольшой, там были у нас тренажеры, ну все заставлено было тренажерами, дети занимались на тренажерах, но они очень у нас подвижные и любят подвижные виды спорта, и поэтому мы решили переоборудовать наш спортивный зал и сделать спортивный зал под борьбу самбо. В начале лета к директору детского учреждения обратились активисты организации «Я растую вместе со спортом» с предложением помочь в обустройстве спортзала для ребят. И дело пошло. Участники проекта за два месяца самостоятельно собрали деньги и начали проводить работы. Мы развиваем детский спорт, то есть мы организация, потому что, как говорят, наше будущее – это наше будущее наших детей. То есть мы развиваем, эти дети пойдут в наше общество, сообщество. У них нет поддержки ни матери, ни отца, и мы всяческие. Тренер – это как второй отец. На ремонт зала и покупку татами ушло около 500 тысяч рублей. Также для ребят наняли тренера, который будет проводить с ними тренировки два раза в неделю. Вложение от детского дома не потребовалось, только посильная помощь. Ну, я помогал чистить лавочки. Ну, лучше, наверное, этот будет. Ну, потому что в тотом зале почти ничего не было. Ну, на тренировках сложно. Всякие там кидать через спины там сложно вообще. Ну, ты будешь заниматься? Да. В Приморском крае это уже второй зал, открытый силами благотворительной организации. Первый находится в детском доме села Раздольное. Вполне возможно, что вскоре ребята встретятся на соревнованиях и порадуют своих преподавателей кубками и наградами. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok